Друзья, рад приветствовать вас на канале Политека. Как всегда, благодарим вас за ваше внимание и за ваше доверие. Не забудьте этому видео поставить лайки и подписаться к каналу. И тем более, это можно сделать в прямом эфире. В прошлой программе вы очень много спрашивали, это повтор или прямой эфир. Друзья, у нас намечается хорошая тенденция и традиция. Мы по четвергам с Вадимом Беревичем Карасевым в нашей студии в прямом эфире. Работаем для вас, для того, чтобы расставить все точки над «и», ну и, конечно же, находить ответы на ваши вопросы. Поэтому обязательно ваши вопросы вы пишите рядом возле видео. У вас есть возможность в чате поставить вопрос Вадиму Юрьевичу Карасеву. И сразу получить ответ. Вадим Юрьевич, здравствуйте. Добрый день всем. Работаем, работаем. Работаем по полной. Ну и, конечно же, у нас есть первые вопросы. Что Вадим Юрьевич думает об объявлении войны Украины, Российской Федерации? Что-то изменит? Если изменит, то худшему. Сейчас вообще-то не объявленные войны. Зачем брать на себя? Ну, скажем, такую ответственность. И, кстати говоря, много обязательств. Потому что тогда вступает в силу военное право. Война тоже имеет свои правовые формы. Я сейчас объясню, в чем там оно заключается. Поэтому сейчас вообще-то эпоха не объявленных войн. Это раз. Во-вторых, чего мы должны объявлять войну, если на нас напали? Это два. В-третьих, вот, допустим, объявление войны. Что оно даст конкретно? Что? Это что-то улучшит ситуацию. Это увеличит помощь Украине военную. Это улучшит мобилизационные способности Украины. От этого ничего не зависит. А вот что может принести вред, я вам скажу, по дипломатической линии тоже. Потому что вы объявляете войну, но вы жертва. Зачем объявлять войну, если на вас напали? А это дипломатически выигрышная позиция. И еще момент. Вот, допустим, во время, точнее так, в мирное время, в море морское судоходство, по разным морским конвенциям и морскому праву, военный корабль государств является суверенной территорией государств. Не горштанские суда торговые, а военные туда. И туда не имеют права его обыскивать, останавливать, зайти на территорию корабля военного, чужие вооруженные силы. Потому что это суверенная территория, это нарушение территориальной целостности границы. Это в мирное время. Если война, объявление военного положения, вы уже можно заходить на территорию военного корабля, можно его подбивать, сбивать, десант на него опускать, захватывать десантом и так далее. Есть разница, есть разница. Вот это маленький штрих, который касается моря, как театра военных действий, связанных с военным кораблем. Еще раз говорю, в мирное время не имеете права зайти на военный корабль. Это нарушение всех прав, по морскому праву. А во время войны имейте право. Более того, без этого невозможно. Нам надо это? Зачем? Владимир Юрьевич, а внутри бы эта ситуация коим образом изменила? Поскольку сейчас очень много появляется видео разных адвокатов, которые говорят, что Владимир Зеленский вне Конституции продолжает уже сколько раз военное положение. Все опираются, когда приходят повестки, говорят, а у нас войны нет. У нас военное положение, мне дает это право, и я буду подавать в суд и, скажем так, этой мобилизации избегать. Военное положение? Ну так военное положение, военная мобилизация, по-моему, возможно. А во-вторых, ничего страшного. Может, нам и не надо такая всеобщая военная мобилизация. Может, смешанная нам, но я говорил в прошлый раз. Еще раз говорю, хорошо, вы ведете военное положение. Вы призывете всех призывников. Чем вы вооружите их? Чем они воевать будут? Во-вторых, так? Это же надо их обучить еще. Третьих, со слабой мотивацией призывник или военным обязанный, бомбилизованный. Он не будет хорошо воевать. Должна быть смешанная форма военной мобилизации. Во-первых, она должна быть частичной, а не всеобщей. Ушла Первая и Вторая мировая войны. Это войны уже не 20-го столетия. Хотя при всем подобии. Нет необходимости во всеобщих мобилизациях таких. Нету. Во-вторых, надо все-таки на контракт переходить, чтобы была мотивация. Если нет эмоционального подъема, тем более, это можно было еще в начале войны подумать. Начало войны, как всегда, сопровождается эмоциональным подъемом. Все считают, что через три месяца они победят. Но все так было. Первая мировая война. Смотрите, ура, патриотизм! Боже мой, какие в этом... Вильгельм Второй, кайзер Германии, Первой мировой войне, выступая на следующий день после объявления войны, Антантии, это в 14-м году, получил в Рейхстаге массу овации. И сказал, я впервые здесь увидел, в Рейхстаге, не Германию партии, а Германию народа, Германию рейха. Вот такой был эмоциональный подъем. И вот тогда мобилизации шли, записывались, мобилизацию, потому что все считали, что Первая мировая война на к осени этих, как там французы говорили, Бошей побьем, лягушатников, немцы говорили, лягушатников, убьем, и к осени все вернутся домой с победой. Вот когда эмоциональный подъем, у нас тоже как бы в первые месяцы, даже первый год, 22-й год, был эмоциональный подъем, много добровольцев, люди шли, мотивация была большая. А когда война затягивается, затягивается война. Если ей не видно конца, если говорят, что это война на истощение, и если нет убедительных военных успехов, тем более побед, вас мотивации не будет. Значит, какой вывод? Если вы не можете провести всеобщую мобилизацию, смотрите, в Первую мировую войну, а если взять там, допустим, Россию крепостную, Петровскую, кто с адвокатом ходил? Вот я читаю, думаю, блин, вот я вчера читал информацию, вот представьте, думаю, представь себе, в Первую мировую войну или там во Второй мировой войне, призывают на фронт, и кто-то идет с адвокатом в военкомат. Бред же, понимаете? А сейчас, видите, общество другое, оно гражданское, люди знают свои права, они ценят жизнь, они ценят смысл жизни, они ценят смысл. Даже в смерти есть свой смысл. Ради чего ты идешь на войну и рискуясь жизнью? Ради чего? Ради кого? Понимаете? Даже смерть имеет смысл, чего раньше не было. Поэтому, если мы хотим провести удачную мобилизацию, надо поменять смыслы войны. В чем смысл победы? В чем смысл продолжения войны? Каковы новые цели? Или дать смысловую мотивацию? Или дать деньги? Это тоже мотивация, между прочим, смысловая. Я иду на войну, рискуя жизнь для того, чтобы заработать деньги, семье, страховке и так далее. Все, завершили эту тему. Поэтому не надо не объявлять никому войны, это да иду на вы и так далее, и так далее. Это все из прошлых эпох. Сегодня войны не объявлены, никто никому не объявляет войны. Но при этом все воюют. Почему? Потому что можно, скажем так, из войны выйти, и заморозить ее тоже. Так, не обязательно же это все создавать, так, как это было в Первую и Вторую мировую войну в 20-е столетие. Десантный корабль, подлодка, система ПВО, что Украина смогла уничтожить за двое суток в оккупированном Крыму. И британский телеканал Sky News и российские издания, такие как Верстка, они сообщали, что удар по судоремонтному заводу в Севастополе был одним из самых успешных и мощных ударов по Крыму за все время полномасштабного вторжения России в Украину. Вы с этим согласны? В чем успех? Не, он успешный, но в чем успех? В чем успех? Он создает стратегический перелом на линии фронта или нет? На земле. Он приближает освобождение Азова? Или нет? Теперь, понимаете, во-первых, на данный момент это успешная вылазка, я бы так сказал, или операция, там специальных сил операций, горы и так далее. Она имеет какой смысл? Во-первых, информационно-мотивационный, что мы продолжаем сопротивляться, воля к победе есть, никакого нет уныния, никакого нет уныния, паники, скепсиса и так далее, что Украина продолжает борьбу, чтобы на Западе понимали, несмотря на неудачи в контрнаступлении на земле, Украина продолжает сопротивляться и готовится к будущим военным компаниям, или будущей военной компании. Это первое. Информационно-мотивационное. Второе. Понятно, контрнаступление завершается. И вряд ли оно достигнет тех результатов, на которые рассчитывали. Поэтому все, там понятно. А почему завершается? Недавно Жбуданов сказал, что даже во время зимы оно продолжится. Марк Милли дал нам, военные все-таки. 30-45 дней? 45 дней. Почему? Потому что в том погода и техники нет. Чем воевать? Техники нет. Вчера Шоугу сказал, российская стратегия в чем заключается. Он же сказал, ну мы ждем, выбиваем технику. Потому что техники нет. Она же у нас не производится. У нас нет конвейеров, танков, гаубиц и так далее, артиллерия. А когда Запад соберет, представляете, это надо новые собирать. Вот сейчас Запад ломает голову. Где собрать? Технику опять-таки на большое контрнаступление, например, в 2024 году. И ее надо, кстати говоря, в разы больше будет. В разы больше. Тут не обойтись там 30-ю самолетами в 16, 13 амбросом, 14 челленджеров и там 50 леопардов. Список заложного увеличится. Совершенно верно. Там намного больше. Поэтому наступление, понятно, оно подходит к концу, оно завершается. Значит, поэтому надо что? Признать, что оно завершается, никто не будет признавать. Как и объявлять войну никто не будет, так и здесь. Признавать никто не будет. Потому что это будет означать символическое поражение. И на Западе общественное мнение подхватит это. Кстати говоря, это правильно мы делаем. Поэтому мы продолжаем, что мы делаем? Мы продолжаем точечные наступления. Кстати, бережем технику. Скажут, конечно, мы не бережем живую силу, но технику мы бережем. Почему? Потому что она нужна будет нам и для нового наступления, и для обороны. Кстати говоря, живую силу бережем, потому что сейчас используются только небольшие группы. Два-три человека. Просто сковывать вооруженные силы России, сковывать, проводить некие так активные действия на линии фронта, чтобы они заставали. И постепенно готовить, наверное, я так думаю, рассчитываю и надеюсь, готовим линию обороны на случай, если российская армия пойдет в контрнаступление. Она может. Мы об этом как раз на это пойти, да. Она может на это пойти. Я, с вашего позволения, два в один объединю. А что же будет с Украиной или что будет по Украине после ударов по Севастополю? И следующий, Вадим Юрьевич, как вы думаете, Путин готовит к контрнаступлению? Последние новости настораживают сильно визит лидера СКНДР и Лукашенко летит к Путину. Я сейчас, да, отвечу. Я должен с этим, с Крымом. Поэтому надо перевести как бы театр военных действий. Там активно, а тут как бы чтобы фокус внимания и западной прессы, и военных аналитиков, и военных планировщиков на Запад. Он смещался от уже завершающегося контрнаступления или наземной сухопутной операции, которая забуксовала и не принесет тех результатов, на которые рассчитывали и которые планировались, и перевести это на вот такие виды, скажем так, когда будет пауза наземных операций на зиму, вот это вам пожалуйста. Вот форма войны такой может быть. Точечные, диверсионно, специальных операций, работа. Теперь, это больше эффект, чем эффективность. Я вам скажу, подбит десантный корабль Минск. Он 1983 года постройки. Его строили на верфи к Дальске, Польше. Таких кораблей в России. По-моему, еще штук 20 есть. Поэтому там повреждение его, так сказать, оно не сильно для них катастрофическое. Ну точно не катастрофическое. Да, болезненно, неприятно, но катастрофическое. Дальше, что касается этой ремонтной подводной лодки, так дизельная она, по-моему, да или нет? Не атомная. Ну да, чуть-чуть ее повредили. Ну да, но возникает вопрос. Там ударили 10 штормшедов, 10 штормшедов, ракет, которые стоят очень дорого. Ради чего? Ради того, чтобы вот это повредить Минск? Или даже его не будет? Выбит он будет. Если 5 десантных кораблей, до новейших, понятно, что для планирования высадки десантно в Николаеве и в Одессе это катастрофично было бы. Но один корабль, этот Минск, который, мол, ничего не решает. То же самое. С другой стороны, горы переносят камешками, помните, была такая китайская подводка? Поэтому пока говорить рано. И не надо слишком, ну как бы, вот детский восторг. Вот не надо, спокойно надо к этому относиться. Как к военному делу, которое в военном деле и войне бывает. Кстати, знаете, поэтому, посчитайте, сколько стоит штормшедов и траты военные, так? Это миллионы долларов, между прочим. и вот эти повреждения, которые получила подводная лодка, это дизельная и корабль Минск. Более того, ну это, смотрите, это война. Вы знаете, что когда на Фолклендах было, так? То, это тоже, кстати говоря, серьезный вопрос, как армии воюют. Британия морская держава, но когда была война за Мальдивские транскрипции Аргентины или Фолклендские, как говорили Британия, острова в 1982, по-моему, году, в 80-м году, так? То даже какой-то французской ракетой, французская ракета была на вооружении Аргентины, они поразили крейсер и фрегат. Британцы потеряли. Ну, это да, война. Поэтому надо, вот, как его, с одной стороны, не нужно с чувством гибельным восторгом, как Высоцкий пел, относиться ко всем, но и без детского восторга. Тогда бавовна, хлопки, ну, радость какая. Надо понимать, что это серьезная война, и она надолго. Это серьезный противник. И не надо иллюзий питать. Это больше спецоперация направлена на то, чтобы поднять дух, моральный дух войны, украинских вооруженных сил, компенсировать неудачные контрнаступления на суше. Но, главное, тут еще один момент, который уже имеет тактическое направление. Не информационное тактическое, а тактическое, и даже оперативное, я бы сказал, хотя и не стратегическое. Первое, вот если дальше будут продолжаться и будет успешно, тогда я могу сказать, первое, знаете, почему надо сейчас? Надо выводить из строя и бить по возможностям, ограничивать возможности Черноморского флота Российской Федерации. Почему? Потому что Черноморский флот Российской Федерации и из Акватории Черного Моя выпускаются крылатые ракеты по Украине. Поэтому надо всемирно ограничивать возможности Черноморского флота. Вот эта задача на вот эту, скажем так, новый вид компании, когда наземная компания остановится на линии фронта. Будет остановка. Это первое. Потому что, еще раз говорю, крылатые ракеты идут с Черного моря. И во-вторых, зерновая сделка. Для того, чтобы ограничить Черноморский флот, надо ограничивать его возможности военные. Надо создавать напряженность. Надо создавать нервозность. И надо действительно работать в долгую. Я надеюсь, что это как бы не чисто такая информационно-диверсионная компания. Или случай. Или там операция, спецоперация. А это длительное, оперативное планирование на то, чтобы существенно ограничить возможности Российского Черноморского флота. Первое. На зиму. Чтобы не ограничить возможности ударов по Украине. Зимой особенно. И во-вторых, для того, чтобы ограничивать возможности Черноморского флота. И открыть возможности Украине для прохода сухогрузом, с украинским зерном. Вот это, с этой точки зрения, да. Это правильно. Кстати, по поводу моря. Скажите, это правда, что после захвата вышек Бойко у России больше нет нефти? И что это меняет? Как нефти нет у них? Вышки Бойко, они, по-моему, вообще-то там были бесхозные, стояли. Там никто уже не качает нефть, потому что это они были, когда-то Украина хотела там качать. А у них нефть качается, извините меня, где только можно. Поэтому тут тоже больше, по-моему, символики. Больше символики. Ну и вообще показать, что Черное море не является сферой влияния или исключительно сферой влияния Черноморского флота России и Турции. Теперь по поводу того наступления и наступления. Значит, наступление может быть России. Вот сейчас они готовятся к тому, чтобы выбить нашу технику в контрнаступлении. Поэтому сегодня мы уже наступаем, точнее, контрнаступает экономно. Экономно. Так? Это уже, скажем так, больше, ну не то, что имитация контрнаступления, но как бы в затухающем таком режиме, потому что это бессмысленно. Такие контрнаступления, такие ли операции наземные в общевоскомном формате, они должны за месяц дать свой результат. Если они не дали за месяц, все, не будет больше. Тем более, там линии обороны, еще и еще и еще. Просто не надо сегодня тупо гасить, сжечь технику людей. Поэтому это проводится в режиме уже тактическое, не оперативно-стратегическое направление вот этого контрнаступления, цели. Не оперативные, не стратегические, тем более, а чисто тактические. Держать линию фронта, сковывать русские войска, переводить театры военных действий направлений ударов или спецоперации, или диверсионные, или вот такие морские действия на театре, на театре, на морском театре военных действий. Крым, Черное море. Так? И, ну, экономить уже технику и людей. Россия ждет, ждала и ждет, что мы как бы истощим свои военные возможности и резервы, кстати, беречь резервы, это очень важный момент, не палить резервы все, что мы истощим резервы и технические, военные, военно-технические и живые, ну, человеческие силы, и потом пойти в контрнаступление. Не знаю, правда или нет, но сколько они держат, по-моему, вот, возле границы или по периметру границ, 46 эскандером, так, ракеты эскандера, это достаточно серьезные ракеты, так, боевые, дальность 400 километров, если не ошибаюсь, да, 400 где-то километров, во-вторых, какая у них задача, как я вижу, это массированный удар, ожидание того, что фронт рухнет наш, им не надо Донбасс, Краматор, Славянск и так далее, хотя, не исключая, могут с севера пойти, главное юг, в чем дает этот Донбасс, ну хорошо, освобождение Донбасса, ну что оно дает, как они говорят, освобождение Донбасса, а главный прорыв, это все-таки, вот там, Запорожье, Херсон, Николаев, Одесса, и тогда два, скажем так, результата, они ждут на то, что, рассчитывают на то, что в результате такого массированного удара, кстати говоря, резервы у них подтянуты, где-то они их прячут, резервы, поэтому, если у них есть перевес в два, в три раза, по живой силе и по технике, потому что только в таком случае можно наступать, если у вас нет перевеса, кстати говоря, у нас-то не было перевеса, поэтому тут ничего удивительного нет, что контрнаступление не принесло тот результат, на который рассчитывали. Тут ошиблись наши друзья, натовские планировщики, которые думали, что можно побеждать в войне, как они побеждали там, на полях сражений, в Ираке, в Афганистане и так далее, где войну вели против бородачей, всякого рода маджахедов, джихадистов, игильцев и так далее. А тут так не проходит. Поэтому надо кратный перевес, два-три раза, как минимум, два, ну, желательно три. Если у России есть такой перевес, если есть такой перевес, значит, они тогда можно ожидать большое контрнаступление с расчетом, что мы не выдержим, что наши линии обороны не подготовлены, что фронт рухнет, и тогда два варианта. Либо согласие украинской власти на то, чтобы подписать очередной Стамбул-2, ну, по типу Минск-2, Минск-2 тоже так было, помните? Конечно. Вот. Стамбул-2, и таким образом конфликт или война на этом завершается. они получают нейтралитет, демилитаризацию, ну, так они рассчитывают. Если нет, они, и будет у них возможности наступать, они пойдут на Николавию, Одессу, потому что их задача Черная моря. Их задача, в принципе, если мы не соглашаемся на нейтралитет или так называемую финляндизацию, значит, тогда они будут и дальше продолжать держать нас вот в таком, скажем, конфликте по типу арабо-израильского или израильско-палестинского и рассчитывать на то, что рано или поздно, они так считают, выйти к Черному морю, отрезать сухопут, по сухопутному уже, так сказать, коридору, по сухопутному маршруту Николая и Одессу. Или, скажем так, Николая, поставить нас перед выбором в случае, вот если фронт, рухнет, поставить перед выбором, либо подписывайте Стамбул-2, либо тогда они будут двигаться в сторону Николаева и Черного и Одессы. Ну, тогда тоже, как бы, если, ну, говорил раньше, что для них, конечно, для нас самое неприятное, что может быть, для нас самое неприятное и самое негативное, это то, что если мы можем потерять Черное море, вот это самый негативный сценарий, его надо, в любом случае, его надо, от этого сценария надо уйти, поэтому битва, борьба, война за Черное море, после того, как наземная операция подходит к своему завершению, по крайней мере, первая ее часть, первый дубль, так, в 23-м году, не совсем удачный или неудачный, тогда битва переводится за Черное море. в любом формате, России надо Черное море, Одесса, Николаев, нам надо бить по Крыму, демилитаризовать Крым, как сказал Зеленский, и сделать все, чтобы планы Путина на Одессу, Николаев, на Черное море не были реализованы. Еще спрашивали ваше мнение по поводу приезда Ким Чин Ина к Путину и Лукашенко летит к Путину. На чем здесь завязка? На военно-техническом сотрудничестве, наверное. Снаряды. Ким. Киму нужны, Путину нужны снаряды. Ну, смотрите, в Северной Корее 36 военных заводов, которые, кстати говоря, построены, врезаны в горы. Вот эти пусковые установки, ракетные, тоже врезаны в горы. Там круто. В этом смысле. И, конечно, там много снарядов еще с заветских запасов. Потому что Россия, это же надо, смотрите, Россия потратила 2 миллиона снарядов. Не хватает снаряда. А надо, по-моему, 10 миллионов. Снарядов, ну, калибра 153 или 152. Там, меня, я читал комментарии, там, мне говорили, что 152. Товарищи, ну, 153, 152, какая разница? Ну, извините, за такую крупную геостратегическую ошибку, что сказал 153 калибр, а не 152, 152 калибр. Но знаю точно, атовский калибр, это 155 калибр. Вот. Это первое. Во-вторых, космические программы. Потому что, Корея не может запускать, у нее ограничения на ракетные носители для спутников. Россия может предоставить свои носители для того, чтобы Корея запускала свои спутники. Это два. Ну, вообще, в России есть ограничения тоже. Она же, смотрите, она не может выйти за рамки санкций Совбеза ООН, Совбеза ООН относительно Кореи. Она же член Совета Безопасности ООН. И если она нарушает, выходит из режима санкций, за которые она проголосовала сама, как член Совбеза ООН, она же сразу дает аргумент своим противникам, которые говорят, что Россию давно надо исключить из Совбеза ООН с правом вета. Она же не сумасшедшая для того, чтобы пойти. Поэтому есть ограничения, но, конечно же, надо обратить внимание, что это даже и такая дипломатическая тоже тут есть настройка. В чем она состоит? Ну, после того, как Кэмп Дэвиде в августе месяце Байден собрал Кисиду, премьер-министра Японии, президента Южной Кореи и сознали некую такую, скажем так, азиатскую тройку, военно-дипломатическую, ну, понятно, что должен был последовать ответ. Китай, Северная Корея, Россия, Иран. Ну, и вообще, кстати говоря, не будем забывать, что в России тоже есть Тихоокеанский флот. Это Тихоокеанская держава. Раз. Во-вторых, не исключаю, что 24-й, вторая половина 24-го года, ну, скорее, больше первой половины 25-го года, театр военных действий в мире будет перемещаться на Дальний Восток и Тихий океан. Там Тайвань, Китай, Южно-Китайское море, Японское море, Южно-Корея, Северная Корея и так далее. Поэтому уже сейчас готовится, скажем так, два таких противостояния. Америка, Япония, Южно-Корея, Филиппины в стороне, ну, а там еще Аукус, Британия, Австралия, плюс Индонезия. Так, ну, Индонезии нет, скорее всего, но хотя бы, скажем так, в каком-то тылу. А с другой стороны, вот это, такая малая, тоже военная, дипломатическая коалиция, Китай, Иран, Северная Корея и Россия. Так что, я бы не преувеличивал этот визит Кима, Ким Чен Ина, с точки зрения войны России в Украине. С точки зрения нашего, так сказать, театра военных действий. А Лукашенко к Путину? Это уже перерастает в традиционные встречи, уже не особо можно обращать внимание. Ну, хорошо, давайте подумаем, что, вот что может быть? Что Беларусь пойдет, наступление будет с севера на Украину. Там укрепления есть, уже там сделано все, там не преступные. Ну, поэтому нечего сказать мне сейчас, по крайней мере, я не владею какой-то, хотя бы даже, какой-то частичной информацией для того, чтобы делать далеко идущие выводы с точки зрения театра военных действий в Украине. Вадим Юрьевич, возможно ли такое, что Украина пойдет по карабахскому сценарию и после выборов президента Украины пойдет уже на переговоры на условиях России? А какой там, а в чем там карабахский сценарий, вот мне интересно? Ну, я так понимаю, конфликт время от времени. Смотрите, никто никуда не пойдет. Все решается военным путем. Если не будет даже частичного военного поражения, никто никуда не пойдет. Все решается на поле боя. Почему в Армении так получилось? На условиях России это скорее условия Азербайджана. Ну, давайте так говорить. Россия там пыталась играть роль миротворца. Не надо тоже преувеличивать роль вот этой России. Все время ее суют, как эту, как ее, в каждую защелку, в каждую дырку суют, что везде там видят руку. Там Азербайджан и Турция. Азербайджан выиграл эту войну в Армении. Армения ее провоцировала. Да, провоцировала. Потому что пришла демократия новая. Пришли журналисты во власть. Пашинян. Неопытные люди. Потому что до этого правил карабашский клан так называемый. начиная там с Кочаряна и заканчивая последний. Кто там у них был? Сарксян. Так? Вот. И были люди военные и более опытные. Но пришел журналист на волне революции. Революция всегда войной сопровождается. Как правило. Начинается революция, потом идет война. По многим причинам. Посмотрите. Французская революция. И у нас тоже. 14 год. Вот. Поэтому. Но Армения проиграла потому что не была готова. Но, кстати говоря, думали, что не выиграют. И за эти 50 дней, эту 50-дневную войну азербайджанцы выиграли. И что сделал Пашинян? Он пошел на перевыборы. Выиграл выборы. Получил мандат на переговоры. Все. Для того, чтобы остановить войну и не допустить большего поражения, пошел на перевыборы, выиграл выборы и подписался в соглашении. Но теперь он понимает, что соглашение это невыгодно им. Невыгодно. Почему? Потому что они же де-факто отказались уже от Нагорного Карабаха. Признали суверенитет Баку над Нагорным Карабахом. Но в результате этой войны в качестве миротворцев кто туда залез на Южный Кавказ? Вытеснив оттуда американцев, французов, британцев, турки и Россия. Поэтому сейчас задача контакт геополитических игроков, учитывая, что Россия завязла в Украине, увязла в Украине и, наверное, надолго, сделать так, чтобы Армению вывести из-под влияния России, из-за ДКБ и влияния Запада. Почему? Потому что когда начал ослабевать хватка России на Южном Кавказе, в том числе под Арменией, туда начал вылезать Иран. Для того, чтобы не допустить усиления Азербайджана, а не будем забывать, в Азербайджане живет 5 миллионов человек, а больше, больше два раза живет в Северном Иране. Северный Иран это Азербайджан. Кстати говоря, Сталин когда-то хотел создать Большой Азербайджан, но у него не получилось, не дал ему Черчилль после войны, когда они делили, потому что Северный Иран это азербайджанцы. И, кстати говоря, многие представители иранской элиты это не персы, это азербайджанцы, которые близки к туркам. Это турецкая, скажем так, кэтнос, субэтнос турецкий или родственный этнос, вот так скажем. Поэтому Иран туда залезал, в Армению. Армения-то тоже могла использовать для того, чтобы противостоять туркам и Азербайджану. А вот это уже Запад абсолютно не устраивало. Израиль и Штаты, почему Израиль сейчас тоже влез в эту историю, на стороне Азербайджана, на стороне Турции, помогает Азербайджану, военной техникой помогает, военными консультациями, потому что Иран туда влазил. Вот и все. Поэтому Запад туда сейчас, и вот учения, американские учения и американских войск и Армения сейчас. Пашинян заявил, что он выходит из ДКБ, может выйти, что Россия не выполнила свои обязательства. гаранта перемирия. Но в принципе ситуация такая неопределенная, потому что Пашинян понимает, что сделку, которую он подписал в 2020 году, перемирие, на угрозе поражения невыгодно для Армении. Значит, он хочет ее пересмотреть, в том числе и военным путем. Но Алиеву это устраивает, но он тоже готовится к войне. Вот в чем там история. Но главный результат для геополитики, для геополитики Запада заключается в чем, что у России возникает по периметру границ еще один очаг напряженности. Что им это надо? Им это как раз и нужно. Потому что Россия большая сухопутная держава, у нее протяженность границ большая. Я не помню сейчас вот сколько, но во времена Советского Союза было около 60 тысяч километров. Общая протяженность границ. Вот поэтому в территории создавать точки напряженности для того, чтобы осуществилось то, что называется в геополитике геополитическое перенапряжение. Накопительный эффект геополитического напряжения создает угрозы для государственности. И тогда вступает в силу теория и практика процесса государственного распада. Вот что надо. Для того, чтобы создавать вот эти точки напряженности, тут тебе Афганистан, тут тебе Казахстан, тут тебе Армения, тут тебе Грузия, тут тебе Приднестровье, ну и так далее, и так далее по всему. Сейчас и такие проблемы есть. Потому что действительно Россия не морская держава. Ее не обезопасивает море, обезопасивает море, океан, как Америку, например, или как Британию. И надо держать вот эти границы, создавать новые армейские корпуса, новые дивизии сейчас в Финляндии. Вот на границе с Финляндией, в Карелии, например. Потому что Финляндия стала членом НАТО. Вот там какая завязка сейчас. Ну давайте наши завязки тут вас уже спрашивают неоднократно о том, что же будет дальше и наиболее вероятный сценарий событий по вашему раскладу с примерными сроками. Что дальше будет? В каком смысле? Что именно дальше? Я так понимаю, театр боевых действий. Чего ожидать? Ну вот и мы сказали. Возможны контрнаступления российскими. Мы получаем атакамсы. Сейчас мы будем бить скажем так вот крымскую историю. Демилитаризация Крыма, как сказал Зеленский. Для того, чтобы ограничить возможности Черноморского флота на зиму и по зерновой сделке. Это два. В-третьих, а дальше встает вопрос. Запад готов нам помогать или нет? Как помогать? Готовы ли они раскочегарить военно-промышленный комплекс на полную, производя снаряды, артиллерию, для того, чтобы мы активно могли использовать контрбатарейную борьбу? Кстати говоря, сейчас контрбатарейную борьбу мы ведем и неплохо. Почему? Потому что Россия экономит снаряды, видимо экономит для чего? Для наступления. Сейчас они есть, скажем так, ограничения на применение. Для осенне-зимней кампании? Для, да. Они могут и зимой пойти. Марк Милли говорит, что зимой никто не воюет. Американцы не воюют зимой. Вообще американцы на земле не воюют. Вы знаете, сколько у них санитарных потерь было в Афганистане и в Ираке? Аж 50 тысяч человек. Санитарные потери. Я так понимаю убитые и ранены. А посмотрите, сколько сейчас уже убитых, раненых с одной и с другой стороны. Я не хочу манипулировать этими цифрами, которые там гуляют, особенно когда Путин говорит или Шойгу говорит. Скажем так, во-первых, это военная тайна, во-вторых, это все очень, знаете, так. Тем более, потери. Подождите, потери это убитые и раненые или убитые. А тут подхватывают убитых, так это потери. Там на, а три к одному, три раненых, один убитый. Значит уже, как бы, видите, манипуляция цифрами. Но в данном случае не об этом. Поэтому дальше что? Идут контрнаступления. Ну посмотрим, получится у них или нет. Мы сейчас уже постепенно начинаем организовать оборону. Вот в понедельник, по-моему, или во вторник было заседание военного кабинета в узком составе Зеленского. Не ставка верховного главнокомандующего, а именно военного кабинета. Очевидно, очень узкий круг, чтобы не было никаких утечек, где рассматривался вопрос о переходе к обороне и выстраивании линии обороны. В случае, если будет контрнаступление. А тогда, ну к западу, идем. Запад должен, или собирается новое наступление в 24-м году. Готовы ли они это сделать? Потому что надо, ну не 60 самолетов, а больше самолетов. Нужно не 100 танков, и даже не 300 танков, а больше танков. Нужны снаряды. Так? Для этого надо тогда мобилизация, тогда даже вот принудительная мобилизация имеет смысл, когда вы призывника или там мобилизованного, приводите в какой-нибудь пункт сбора, или там уже на учебку какую-то, там должны быть, вооружения должны быть. Так? Либо что? Либо Запад берет паузу на 24-й год, потому что 24-й год. Выборы в Британии, выборы в Штатах, выборы в России и выборы у нас. Либо будет какая-то пауза. Так? То есть, но война не прекращается, потому что я так понимаю, Россия не собирается прекращать. По крайней мере, вот в ближайшее время. И мы не собираемся прекращать, поэтому просто мы переводим войну вот в такую, в морскую. Или диверсионную войну. Так? Вот Крым, Крым. Для того, чтобы ограничить возможности. И удары, диверсии, удары по аэродромам, вот как были диверсии, так, Псковский аэродром. Это ограничение десантных войск. Кстати говоря, очевидно, если наступать, Россия будет, то будет задействовать военно-воздушные силы. Нет, десантные войска. ВДВ. Так? Воздушно-десантные войска. Поэтому, кстати говоря, бьем по десантным кораблям морской пехоты, вот Минск, например, десантный корабль, так? И по самолетам. Ил-76, которые стояли в Псковском аэродроме, это как раз которые перевозят или там транспортируют ВДВ десантников. Десантники, это как раз операция для того, чтобы не наступать широким фронтом, а создавать вот эти очаги напряжения для того, чтобы прорывать линии фронта и фронт мог рухнуть в какое-то время. Ну и тогда на 2024 год. Если в России это не получится, вопрос. Так? А скорее всего не получится. Что делать в 2024 году? Не получится. В 2024 году. Пауза. Ну вот один из британцев, по-моему, известный, сказал, что в 2024 году это будет такой, ну скажем, менее интенсивные боевые действия, а вот в 2025 году, когда соберет Запад новые, скажем так, виды вооружений в необходимом количестве для Украины, тогда возможно будет уже, как по его прогнозам, успешное украинское контрнаступление. Ну вот разные могут быть варианты, хотя все может, еще раз говорю, все зависит от того, что происходит на поле боя. Вот успешная операция, значит, это так будет. Когда говорят, когда закончится война, скажите дату. Это зависит от военных факторов. Потому что что надо России? Ей надо либо нейтралитет Украины и демилитаризация, вот как Стамбул-1, Стамбул-2. Так теперь уже, конечно, на более худших для нас условиях, потому что Запорожская, Херсонская область, все, они оккупированы. Так? Вот это им надо. И если, если просто заморозить по корейскому сценарию, это ничего не устраивает, им ничего не дает. Значит, они будут дальше двигаться, пытаться двигаться, пытаться обстреливать, играть на истощение, на избор и так далее. Что нам надо? Что нам надо? Что нам надо? Мы можем остановиться, например, ну, не важно, сейчас не берем Зеленского, берем общество. Ну, до сих пор больше половины, даже большинство, считает, что необходимо освобождать все территории, невзирая на жертвы, на время и так далее. Здесь, видимо, с вами не согласны, Вадим Юрьевич. Люди хотят заморозки и чувствуются усталость от войны, а вот Зеленский не сговорчив на данный момент. Как вы думаете, он ли решает или все-таки США решают? И он, и американцы тоже. Еще раз говорю, еще раз процитируйте, процитируйте. Вадим Юрьевич, люди хотят заморозки и чувствуются усталость от войны, но Владимир Зеленский не сговорчив на данный момент. Он ли решает или все-таки США решает? Еще раз говорю, я с чего начинал? Путину нужна заморозка или нет? Что Путин получит от заморозки? Только лишь сухопутный коридор? Нет, он его не получит, это ему мало. Почему? Какой смысл? Если заморозка, вот по корейскому сценарию, тогда Запад дает Украине виды гарантии, вооружение, самолеты, и не Ф-16 может быть, со временем нечто большее. Военные базы тут будут, НАТО. Или там военная база США. Военная инфраструктура НАТО. Не надо даже формального членства Украины в НАТО. Если не берут Украину в НАТО, то НАТО придет в Украину. Так, как говорится. Это Путину дает что? Да, Путину заморозка тоже не нужна. Ему она не выгодна. Дальше. Украине нужна заморозка или нет? С точки зрения геополитики, да, люди устают, в России тоже не хотят. Но что? Значит, смотрите, граница, где граница? Понимаете, страна без границ, государство без границ. Долго такое государство может выдержать или нет? Вопрос. Границ нет. Значит, это надо договариваться. Перемирие. А с кем договариваться? Перемирие. Поэтому сейчас вкладывается ситуация, что, смотрите, Запад не хочет заморозки, Россия не хочет заморозки и Украина не хочет заморозки. Люди могут хотеть. Я не исключаю, что люди устали и так далее. Но какой выход из этого? А выхода может быть какие? Два выхода. Когда закончится война? Либо Россия принуждает Украину к Стамбулу-2 на базе или в результате своего успешного контрнаступления. Либо Украина принуждает Россию к чему? К отказу или с выходу с территории Украины в результате какого-то нового наступления в 2024 году или 2025. Не знаю. Вариант. И тогда все. Вопрос решается. А вот в таком виде в Северокореи или там в корейском варианте, корейская ничья, это никого не устраивает. Сегодня это никого не устраивает. В Корее там была другая ситуация. Там Северная Корея хотела и Ким своими партизанскими отрядами, потом этой армией, хотел завоевать всю Корею. Всю Корею хотел завоевать. Не получилось. Американцы не дали. И война остановилась на 38-м параллеле. Почему? Потому что Ким не смог завоевать всю Корею. Поэтому остановилось и все. Путину, на мой взгляд, может я же не нужна вся Украина. Ему нужна нейтральная Украина и демилитаризованная Украина. Либо Украина без Черного моря и без Азовского моря. Часть Азовского моря он выполнен, но часть Черного моря нет. Борьба за Черное море почему? Не будет в России контроля над Черным морем. Тогда и не будет контроля за Азовским морем. Потому что Крымский мост, Черное море, Севастополь – это путь к Азовскому морю. Поэтому сегодня даже ничьи нет. Никто не решил свои основные задачи. Россия не решила свою основную задачу. Украина не решила свою основную задачу. Запад не решил свою основную задачу. Значит что? Либо конфликт на какое-то время просто будет переведен в низкую интенсивность. Министр обороны Италии сегодня заявил. Война закончится через 7-8 месяцев. У меня такая надежда есть. Да, он надеется. Надеется на это. Но я не вижу, что на данный момент никто не выполнил свои задачи. И поэтому это все, скажем так, такое будет перемирие, которое через некоторое время опять будет война. А вот по поводу задач. Мне кажется показательна вот эта вот история, что Украина подала в суд на две западные военные компании, которые уже не выполнили контракты на поставку военной техники. Или это, ну скажем так, такие ситуативные моменты, на которые, ну обычный процесс, логистика. А кто там? Не знаю. Об этом сообщила Минобороны изданию Ньюзвик. 11% всех подписанных военных контрактов заключено с иностранцами. А, ну понятно. Ну что больше давали, быстрее давали. И побыстрее, побыстрее. Ну что мы, ну ладно, пополнять, пополнять арсеналы. Но все начали воспринимать это как симптомы того, что уже Запад дает заднюю. Ну Запад не дает заднюю. Запад, смотрите, ну атакамсы дают. Пока Запад, смотрите, Запад дает сейчас нам помощь на восполнение потерь. На восполнение потерь. Это да. Но не для большого нового наступления. Потому что это все, оно закончилось, его не будет, результатов там не будет больших. Все. Значит, уже на Западе признают, что оно неудачно. Обвиняют там, кто-то обвиняет наших генералов, а кто-то обвиняет натовских генералов. Кто-то говорит, что наша тактика украинская была неверной, а кто-то говорит наоборот, что натовская тактика была неверной, а наша тактика была верной. Но это сейчас не важно. Вопрос, что дальше делать. Вот они говорят, что 24-й год, какой-то британский написал, так 24-й год, год будет таким как бы переходным, а 25-й год соберут новые виды вооружений, заработают западные ПК, и тогда Украина может получить необходимую военную помощь для того, чтобы выиграть. Иначе Украина будет обречена на поражение. Вот сейчас Запад должен, Запад сейчас на вилке. Вот что ему делать? Что ему делать? Либо продолжать войну, но надо свой ВПК переориентировать на войну, которая ведется в Украине. Это очень серьезная и очень сложная задача. И тогда, например, готовить весеннее наступление. Либо конфликт, пусть затухает и так далее. А что дальше делать, покажут выборы. Выборы в Украине, выборы в России и предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки. Мы еще не знаем внешний фактор. Может из-за этого, вот Крозетто, министр обороны Италии, так, Крозетто. Почему 7-8 месяцев? Ну потому что 7-8 месяцев, это когда? Это примерно к маю, апрелю месяца будут понятны расклады в Америке. Там уже все будет понятно. Кто от республиканцев ведет, кто от демократов ведет. Потому что в июне, в июле уже будут съезды, которые должны выдвигать республиканские съезды и съезды демпартий. Вот, наверное, из-за этого. Там, кстати, в Италии уже объявили чрезвычайное положение. Не знаю, видели вы это сообщение. А зачем? А там за 36 часов туда на лодках прибыло около 7 тысяч мигрантов. Ну вот это такая их проблема. Довольно интересно. А вот, кстати, вас спрашивают. Формула, математика войны. Кассетные боеприпасы плюс Хаймерс, плюс Атакамс, плюс Таурус и плюс F-16. Равно ли победа? Нет, не равно. Абсолютно не равно. Во-первых, дорого, мало. И кто же нам их даст? Нет, мало. Дальше. Россия научилась с ними работать, против них. Ну, знаете, сейчас же мобильный командный пункт. Каждые сутки надо менять командный пункт на уровне батальона. Кстати говоря, в западной прессе пишут, а может ли наша армия сейчас делать то, что делает украинская? Армия на уровне батальона. Каждые сутки менять командный пункт. И Россия тоже делает. Там даже на передвижных, командующие армии, знаете, ездят на таких передвижных грузовых платформах, они не на месте. Потому что Хаймерсы четко вылавливают и все. И у них тоже самое. И у них тоже артиллерия, там, Краснополь, вот эти высокоточные виды вооружения. Во-вторых, сейчас война, главное, сухопутная. Все решается. Все решается на поле боя, на земле. Как сказал Орбан. Войну выигрывает сапог солдата. Даже выстрелы ракетами, штаммшедов по Крыму, по судоремонтному заводу. Это не главное, это вспомогательная вещь. Да, без этого не бывает войны, без этого, тем более, не бывает победы. Но главное происходит на поле боя. И вот здесь надо понимать, сколько танков у нас будет. Какая будет авиационная составляющая для того, чтобы поддержать с воздуха наступление. Сколько у нас будет артиллерии и снарядов для того, чтобы вернуться к тому, что называется огневой вал. Огневой вал. Что это такое огневой вал? Это постоянные артиллерийские обстрелы. Это не высокоточные цели. Какой смысл? Снаряд, чтобы за 2-3 человека рассредоточенные, бегут на наступление. На них тратить эти снаряды? На 2-3 человека? Нет. Так вот. Так и Запад переходит на это. Они в уставы свои внесли изменения. Так называемый огневой вал. Запад уже об этом думает. Как воевать в новых войнах? А почему такая война? А может война такая разразится где-нибудь на Корейском полуострове, например. Там, где Китай рядом, где Россия рядом. Хотя, да, Тайвань это морская война. Ближе, так, морской, ну, Тайванский пролив. А может выйти сухопутная война. Никто же никогда не думал, что война вернется вот в таком сухопутном варианте. Кстати говоря, в Москву вместе с Кимом приезжал командующий сухопутных войск в Северной Корее. Очень важный момент. Очень важный момент. Вот. Поэтому это все, как говорят, необходимое, но недостаточное. Достаточно это. Какая у вас живая сила? Какие у вас наземные войска? Какие у вас мотивированные или не очень бойцы, воины, солдаты? Какое у вас младшее командирское звено? А нам не хватает, западная пресса пишет, что не хватает младшего состава, командирского состава. Не хватает. Генералов много, а вот главный кто? Лейтенанты, капитаны, сержанты. Потому что на поле боя, в окопе. Вот кого надо держать. Солдат. Особенно тех, кто призывается. Кто мобилизованный. Ну, мобилизованный. Кто неопытный. Кто боится войны. Кто боится смерти. Это понятно, что это страшный стресс. И не выдерживают. Вот это все. Вот это армия. То, что называется регулярная армия. Армейская дисциплина. И мобрезерв. В этом смысле, конечно, если взять Украину и Россию, 15 раз экономика России больше, чем наша. Мобилизационный резерв, я уже говорю. У них в год, у нас 2 миллиона, 2, нет, у нас 200 тысяч призывников в год. У них 100 тысяч призывников в год. Так? Да, ничего не ошибся. Нет, 20, да. Больше 100 тысяч. Нет, 200 тысяч. Нет, у них 100 тысяч в месяц, у нас 20 тысяч в месяц. Значит, посчитайте. Двина на 12, посмотрите. Миллион 200. Миллион 200. Да, у них мобрезерв больше. Но вопрос в том, что войну сегодня выиграют не за счет всеобщей мобилизации. Надо так сделать, чтобы общество жило жизнью. Не тотальная мобилизация на войну. Сейчас войны так не выиграются. Общество должно жить своей нормальной гражданской жизнью. Люди должны жить, как они жили. Война должна быть там, на линии фронта. Экономика, почему? Потому что главное, если будет хорошо работать экономика, работать функционально все институты, структуры, государственных институций, экономических институций, предпринимательства и так далее, то тогда это все и фронт будет чувствовать эту поддержку. Поэтому, конечно, когда президент говорит о том, что мы должны играть долгую, и для этого требуется полная милитаризация экономики Украины, она не может быть полной. Что милитаризировать? Во-первых, ее мало осталось. Мы воюем за счет Запада. Ну, правда, он поговорился, что если Запад перестанет нам помогать, тогда мы должны перейти полностью на военные рельсы и так далее. Да это невозможно даже. Поэтому сейчас Запад, еще раз говорю, Запад сегодня на вилке. Или начинать подготовку к новому уровню эскалации, либо переходить к постепенному-постепенному выползанию из войны. Сохранением, конечно, там лица, репутации и так далее. Но, еще раз говорю, сейчас может быть такой месяц как бы ключевой. Посмотрим, как мы завершаем контрнаступление. Второе. Будет ли российское контрнаступление? Какие будут его результаты? И вот тогда где-то уже, наверное, ну, в декабре, в начале декабря уже как бы ситуация прояснится на весь 2024 год. Друзья, вот такая у нас сегодня программа была с Вадимом Юрьевичем Карасевым. Не забывайте этому видео поставить лайк, даже сейчас, когда смотрите во время прямой трансляции. Это помогает еще больше, чтобы людей узнало мнение Вадима Юрьевича. Ну и, конечно же, не забудьте поддержать наш канал, подписывайтесь и пишите ваши вопросы не только по трансляции, но и по другими эфирами. Ну и ждем ваши вопросы уже на следующую программу. Я думаю, что также в прямом эфире мы будем отвечать, анализировать то, что происходит в Украине, в России и по всему миру. Вадим Юрьевич, вам благодарен за участие в этой программе. Спасибо всем, кто писал нам. И самое главное, одно из главных, я думаю, также напомню, что у Вадима Юрьевича есть свой YouTube-канал. Обязательно подпишитесь, не забудьте также его работу поддержать. Друзья, берегите себя, до новых встреч на нашем канале Политека.